приветствую вас на новом формате утреннего брифинга теперь он выходит в записи и претерпел изменения в содержании в том числе но все-таки важные вещи мы с вами однозначно будем просматривать например сегодня мы с вами поговорим и про тинькофф группы и про сургут нефтегаз и и загадочный рост и конечно же поговорим о том что же произошло с smp 500 это новый рекорд новый максимум или фактически обман поехали я решил что утренний брифинг должен содержать меньше воды и должен рассказываться в нем должны рассказать про очень важные моменты важные инструменты поэтому такие инструменты как австралийский доллар против доллара новзеландские франки так далее так далее все удалено теперь из утреннего брифинга и перемещено в народный обзор который будет выходить на моем youtube канале поэтому если вы еще не писать на него сделать это прямо сейчас там будут анонсы этого народного обзора на телеграм-канале будут народный анонс народного обзора и вот в народном обзоре мы уже будем рассматривать в прямом эфире то что вы хотите рассмотреть это важно а здесь формат немножечко другой смотрим что случилось вчера что возможно произойдет сегодня и делаем конечно же идти на то как рынок на все это дело отреагирует ну и к слову говоря дам что произойдет у нас сегодня достаточно обратиться к статье пульс рынка в правом верхнем углу есть ссылка на непосредственный выпуск пульс рынка который был опубликован вчера и мы видим что сегодня 5 апреля выходной день в великобритании германии швейцарию у них там пасха так что можно считать что рынок будет тонким и какой-то дикой волатильности конечно же не ждем ну де-факто мы с вами остаемся без каких-то без европейской сессии ну и только сша там публикуют как видите да в том числе индекс менеджеров по снабжению но это нас как минимум пока мало интересует видели мы сами прекрасно до взлет значит в смп 500 на конце минувшей недели и надо сказать что все проходит так сказать очень даже позитивно вот так тут выглядит индекс жадности и страха на прямую ссылку вы сможете найти в описании к этому видеоролику видим что он выше 50 процентов что говорит о том что участники рынка испытывают некоторый позитив но действительно так оно и есть даже вот наша табличка риск он рисков показывает нам что рынок находится в состоянии риск он то есть скупаются фондовые индексы даже золото подросло в какой-то момент при этом не в пользу доллара сша и кстати надо отметить что в пятницу в минувшую пятницу произошло достаточно такие интересные события то есть смп 500 и вырос на полпроцента и это не просто полпроцента это обычно ну полпроцентный что-то это полпроцента в день когда сша не работали то есть это тонкий рынок и мы увидели сами 4000 плюс даже 4000 и это для нас сами нисколько не новость мы с вами в минувших брифингах говорили о том что обновление в безусловно может быть и вот так вот теперь выглядит количество чистых спекулятивных позиций по смп 500 мы видим с вами прекрасно что количество позиций спекулянтов до уходит в отрицательную зону все глубже то есть минус 50000 это говорит о том что в целом подавляющее большинство спекулянтов 500 находится в продажах и я это отмечал это и говорил что значит выше максимумов есть стопы выше максимум максимум есть margin call и по большому счету если вы посмотрите как смп 500 обновлял максимум это мы видим сами явные признаки вот этих стопов margin call и так далее так далее так далее то есть однозначно хомяки получили по соплям и в целом топливо о котором мы с вами говорили она в какой-то степени сработало и здесь я бы хотел конечно посмотреть и на очередные значит данные по cftc и посмотреть что же как принимаем как участвовали спекулянты во всем этом росте дело в том что вот эти вот данные да они нас приходят с запозданием на самом деле и это данные за неделю с 25 по 31 марта и это важно отметить да потому что по стопам получили значит ли это что однозначно теперь вниз на самом деле нет такое уже было много-много раз и я почти уверен что через неделю мы сами увидим очередной прирост коротких позиций спекулянтов то есть каких-то хомячков убили но на их место пришли новые с большими объемами на самом деле и вот как в 2020 году вот в апреле было примерно то же самое смп 500 и рос а спекулянты все росли вернее количество коротких позиций всего них увеличился 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 но я говорю конкретно про про вот эту вот динамику вот пожалуйста ровно год назад спекулянты добавляли топлива на каждый перехать так что пока армагеддонить на этот счет безусловно нельзя и даже напротив на росте сп 500 зарабатывать можно вот так кто то выглядит скриншот с на рекомендации которые мы теперь генерируем в трансляциях для спонсоров этого канала кто не в курсе что это такое вот в правом нижнем углу есть под видосом да есть спонсировать кнопка если вы спонсируете выше третьего уровня то у вас есть доступ к так называемым трансляциям брифинг inside где проводится подготовка к утреннему брифингу она уже сегодня была в правом верхнем углу подсказка на этот счет и там же есть какие-то конкретные идеи с обстановка стопа с постановкой take profit и местами где можно пробовать заскакивать но вот пожалуйста плюс 1 и 36 процентов на том что хомячки так сказать получат по соплям будет ли провал на смп 500 честно говоря я бы не стал бармагеддонить пакет поддержки значит то что опековцы сделали тоже очень позитивно сказывается на смп 500 и в том числе так что позитивных новостей больше чем негативных кстати опековцы до приняли решение восстанавливать добычу нефти на 1 миллион 150 тысяч баррелей в сутки причем в период с мая по июль и саудская аравия тоже решила вернуть на рынок нефти свой добровольно сокращенный объем 1 миллион баррелей в сутки тоже растянув это удовольствие на три месяца более подробно да какими форматами как вы сможете почитать в моем телеграм-канале выглядит он вот таким вот этот образом тут все подробности и в том числе про опек что называется welcome но вообще это говорит о каком-то о какой-то уверенности в рынке нефти во всяком случае как мне кажется со стороны опек однако безусловно риски есть и это коронавирус это неопределенность о которой говорят все и центральные банки и опек в том числе и предлагаю посмотреть на то какими шагами коронавирус двигается по планете вот здесь вот у нас с вами данные по заражением к вид в сша мы сами видим прекрасно что по итогу за марта самом деле в сша есть прирост это неприятно и то чтобы печально но неприятно это то о чем постоянно говорит байден это то о чем постоянно говорит их получили фаучи там да я не знаю и это то что заставляет значит увеличивать количество вакцин сша потому что повторный локдаун вот это да это действительно тот возможный удар который придется и по экономике и по фондовому рынку в целом в европе все даже немножечко какой-то степени хуже потому что вот так выглядит количество заражения в германии тоже прирост который на самом деле не с марта даже начался по большому счету с февраля и тут я бы хотел бы дам показать контраст пожалуйста вот она россия россия где закончилась давайте так будем говорить старая волна но полог кривая становится явно чуть-чуть такой полог так называемый плато то есть фактически у нас еще нет никакой третьей волны настолько на на нет сходит какая-то там вторая и наша власть конечно рапортует о том что все под контролем и никакой третьей волны у нас не будет мы не ждем потому что мы вакцинируемся но я бы не спешил на их месте вот так тут заявлять вот перед вами так называемая глобальная компания по вакцинации и табличка которая фактически не то что в реальном времени данного каждый день обновляется из нее мы сами можем узнать как проходит вакцинация в мире я отфильтровал эту табличку по проценту людей от всей популяции получивших значит два компонента вакцины мы видим что гибралтар в лидерах да он даже обскакал израиль но эта проблема скорее не вакцинации это проблема не они прививают по 491 дозу в день это немного проблема населения там на самом деле не так уж и много в сша посмотрите 18 половиной процентов привита население от всей популяции причем двумя компонентами вакцины и при этом они поднимают панику и при этом они считают что неопределенности очень много и все может все может измениться да однако я сказал бы что в сша на самом деле темп очень даже достойный например посмотрите да значит одним компонентом вакцины привита в сша 32 процента населения что это значит это значит что на через через две недели можно ждать что количество получивших вакцину два компонента вакцины увеличится практически вдвое это безусловно хорошо и на мой взгляд у сша есть все шансы значит пройти достаточно такой полный объем вакцинации до того как четвертая волна коронавируса разгонится намного хуже дела обстоят в европе поэтому там локдауны поэтому там проблем не ситуация обстоит да у них все лишь на все привито 5 и 2 двумя компонентами вакцинами но при всем при этом они тоже молодцы потому что один компонент получили 12 процентов просто даже более чем в два раза через две недели будет количество вакцинированных получивших два компонента вот пожалуйста вам классная динамика совсем плохая динамика на мой взгляд в россии ну есть конечно и похуже ситуация да но в россии вот прям не очень хорошо по 300 тысяч вакцин в день мы не то что проводим а вакцинируем и 2 и 9 процентов привита сейчас правда посмотрите какая динамика да то есть через две недели мы не получим двукратного увеличения поэтому риски для российского рынка точкой точки зрения значит каких-то ограничений да и вот это распространение коронавируса и для российского рынка для российской экономики в том числе они на мой взгляд выше чем в том же самом сша но тем не меня что есть то есть вот так вот такими темпами проходит в нации по всей компании по вакцинации вот так тут двигаемся с вами к инструментам до графиком а напоминаю что я не буду просматривать какие-то кроссы тем более да не просматривая теперь не знаю такие инструменты которые не главные до просмотрен только саму суть саму соль вот более детальные вещи из какие то есть рекомендации конкретная дата они все доступны для зрителей трансляции briefing inside и напомню да сегодня 5 апреля стартует конкурс от intel инвест и от меня называется лучше инвестиция ссылочка прямая будет в описании к этому видеоролику посмотрите кто еще не в курсе включать что называется последний день по графикам в принципе европейская валюта я думаю что движение вниз здесь более там как перспективное чем движение вверх мы получили на прошлой неделю значит уровень инфляции в еврозоне он подрос больше единицы это хорошо и важнее то что ну не в то что важнее да еще масло в огонь добавляет ожидаемая инфляция в сша которая перестала расти то есть она не растет фактически мы видим с вами рост инфляции в еврозоне и какая-то такая стагнация по значит ожидаемой инфляции в сша поэтому на этом вот двух разницы мы с вами можем получить давление на евро доллару поэтому движение вниз здесь основной на мой взгляд цель 1 1670 вполне 1 1850 не ждем но если окажемся и закроемся там то будем пересматривать идеи смотреть что же на самом деле случилось доллар против рубля а точнее даже сишка в данном случае фьючерс значит подрос и за четверг минувший и за пятницу подрос но если мы с вами посмотрим я бы не сказал что это значит рост рубля какой-то обоснованный даст так можно сказать ну вот смотрите у нас вот рубль здесь прошу прощения обоснованы ослабление рубля обоснован то есть у нас рубль здесь ослаб при том что да у нас и доллар сша в данном случае инвертированный индекс доллара подрос то есть другими словами доллар сша здесь ослаб ценовой индекс облигации в принципе по серьезному не упал а цена на нефть и вовсе себя уж даже неплохо показали на таком решении которое состоялось в опек что это значит это значит что на мой взгляд вот этот ослабление двухдневная рубля в какой-то степени не заслужены да я конечно не говорю о том что кто-то знает будущее тем более я до 77 800 я не жду и я думаю что какая-то справедливость так можно сказать восторжествует и мы все-таки получим движение вниз кстати на первая цель по нашей идее 1776 100 она была достигнута поэтому те кто шартили с первой целью они в профите должны оказаться однозначно по доллар-рублю соответственно тоже до 77 но обновление я думаю что это не такой очевидный шаг и все-таки движение вниз мы сами увидим я не говорю о каком-то серьезном укрепление расти нашей национальной валюты очень много поводов нашему рублю ослабнуть но все-таки не сейчас на этом время пока не настало евро рубль посмотрите внимательно у нас была достигнута наша цель 8850 а потом то самое укрепление рубля ослабление рубля до которые искать и не заслуженная она сделала свое дело и мы подходим к такой верхней границе достаточно устоявшегося как мне кажется такой диапазон и я думаю что тоже не с горами тот день когда мы увидим вновь 8850 в плане укрепления обращаем внимание на smp 500 и конечно перехай конечно есть признаки пузыря да и я говорил еще раз буду говорить о том что я не исключаю что этот пузырь в один момент прекрасный может лопнуть и мы можем получить даже и минус 7 и минус 6 и минус 8 процентов то есть упасть прямо до этого диапазона поэтому не то чтобы готовимся до понимаем что такое может случиться рынок какой-то степени и перегрет но в целом если ждать армагеддона каждый день да то он однозначно произойдет именно тогда когда вы уже прекратите его ждать вот только вы решите купить да так как сразу получите армагеддон а если вы будете продавать в расчете на армагеддон тот она однозначно будет расти 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 здесь я бы обратил ваше внимание на 3 975 3 930 его можно использовать как поддержку сейчас мне кажется не та цена по которым можно продавать в расчете на то что все успокоиться да мне кажется очень рисковая идея а вот ждать какой-то технической коррекции или пролива вот что называется хорошая идея кстати на позитиве не только smp 500 да посмотрите как 40 растет как на дрожжах да и фактически фактически исторический максимум да то есть все перекрылся к видные значения и так далее так далее тоже на перехая тоже там видимо на стопах в том числе дакс давно уже перешел к видные значения и уже двигаться фактически на историческом максимуме нет не происходит этого на индексе ртс по понятным причинам на то есть у нас тут не так все позитивно как во всем мире скажем так но все-таки работа вот в этом боковике мне кажется она является такой более приоритетной не ждуетесь как у тормагеддона видели прекрасно как газпром в целом отчитывается об экспорте и о поставках нефти принципе не все так плохо газпром занимает немалую долю в индексе ртс и сбербанк занимает больше там тоже не все так плохо так что армагеддонить нет но работа вот в этом диапазоне я думаю имеет смысл рассматривать обращаю ваше внимание на индекс тассе да это индекс фондового рынка саудской аравии который в том числе торгуются и выходные тоже новые максимума практически до 10 тысяч такой вот получается психологический рубеж до отмечается это позитив позитивно решение опек который в принципе может перерасти и в цен на нефть обращаю внимание вот то чего достигла было достигнуто решениями опек могло быть и больше но то что все это дело восстановилась до в ценах мне кажется мне подсказывает что не все так плохо далеко не все так плохо то есть реально рынок нефти неплохо себя чувствует и к провалам скажем так не готов правда не верю я в то что у нас тут дикий дикий позитив может быть но на общей такой волне позитива до каких-то ожиданиях мы я думаю можно дорасти 64 07 это по wta и если мы сами говорим про бренд это 66 75 тоже вполне вполне по металлам вернее по золоту много раз говорил и показывал что оттуда ток из gtf все-таки происходит поэтому дикие позитивы здесь не жду однозначно но то что произошло в четверг в пятницу выглядит достаточно интересно мы с вами пришли по большому счету в сопротивлением идеи были зашортить либо от большого баланса до либо вот такого более сосредоточенного соответственно здесь просто нужно правильно считать риски на самом деле и целью ну понятно что более очевидно это 1700 1690 тоже вполне может выступать как цель рассчитываю что мы здесь с вами пофлетим пофлетим и движение вниз здесь приоритетнее чем движение вверх по фондовому рынку значит я бы сегодня выделил тинькофф групп которые на самом деле отчитались неплохо за два месяца 21 года их чистая прибыль составила 12 миллиардов при этом увеличился на 16 процентов по стране с предыдущим годом и чистый кредитный портфель тоже увеличится на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом и если посмотреть значит на статистику тинькофф групп вот я бы для этого использовать финанс-маркер в правом верхнем углу есть распаковка этого продукта кто не в курсе то безусловно тинькофф это та компания которая ну просто напросто посмотрите да это вот выручка она растет не просто растет по линеечке да она растет в геометрической прогрессе примерно то же самое можно сказать и про и про чистую прибыль на самом деле это компании компания растущие мы видим сами что активы компании растут вы можете сказать что да блин они растут за счет обязательств да они растут в основном за счет обязательств хотя и собственный капитал компания тоже на самом деле в плюсе но то что в основном из обязательства то есть из вот эти вот синих это вот скажем так банкский сектор таким образом живет из-за того что компания растет в цене имеется в виду акции от компании мультипликаторы плохие но тем не менее растущая компания с большим будущим как мне кажется вполне вполне так что держать однозначно на провалах я бы на самом деле бы увеличил будут провал не будут не знаю сургут нефтегаз да за 2 апрель тоже отчитался о своих рекордный о своей рекордной прибыли и точнее даже говорить они отчитались о прибыли в 729 миллиардов рублей что намного больше чем 105 миллиардов предыдущим годом но при этом посмотрите внимательно да то есть это вот конкретный отчет этой компании смотрите выручка у компании да там с снизилась да там с полтора триллиона до одного триллиона рублей это выручка до прибыль от продаж внимание с 375 миллиардов до 180 миллиардов снизилась а вот прибыль до налогообложения увеличилась 123 миллиардов до 877 миллиардов то есть а как это вообще хотелось бы спросить так да почему у нас продала упала выручка упала прибыль но прибыль до налогообложения прибыль от продаж упала а прибыль до налогообложения выросла ответ очень просто в этом плане сургут нефтегаз загадочная такая компания потому что у нее так называемый есть кубышка где хранятся валюта и этой валюты больше чем компания вообще принципе может зарабатывать и вот пожалуйста из этого же отчета финансовых вложений итогов да там ближайшую берем отчетность видим что значит 2 и 9 триллионов было в 2019 году на конец 2019 года на конец 2020 три с половиной даже чуть больше три с половиной триллиона долларов имеет место быть вот вам пожалуйста прирост на секундочку 20 процентов за 2020 год за счет чего за счет того что подешевел рубль вот и все у нас доллар рубль вырос и пожалуйста сургут нефтегаз на этом подрос так что как компания зарабатывает как мы сами поняли отстоя на самом деле не может зарабатывать проблемы с продажами выручка вся по упала тем более за прошлый год за пандемию но из-за курсовой разницы пожалуйста не знаю как не относиться я сильно в нее так сказать не вкладывался да потому что у нее вот такие вещи без новостей вполне возможно и такие вещи без новостей тоже вполне возможно все из-за того что она в этом плане у нас уникальна но и русагра я бы сегодня отметим значит компания которая значит на мой взгляд возможно одна из бенефициаров то инфляции которая есть в российской федерации на этой неделе мы сами узнаем уровень инфляции в российской федерации насколько сильно он там подрастает но компания если мы говорим про ее макроэкономические показатели тоже на самом деле растущие и по выручке и по чистой прибыли и в принципе компания сама по себе растет да то есть ее активы постоянно увеличиваются от года года это замечательно это хорошо и казалось бы плохо что в мире во всяком случае в российской федерации инфляция разгоняется но это плохо для нас с вами для тех кто ходит в магазин а для тех кто производит ту продукцию за которым мы ходим в магазин и да для них это все конечно хорошо конечно есть еще и риски до со стороны госрегулирования мы сами знаем прекрасно что россия решила регулировать там цены на сахар на подсолнечное масло это все риски для такой компании по типа росагра но в целом то что инфляция растет для этих компаний очень даже неплохо так что я бы держал бы а если были бы провалы то подбирал бы словом говоря я в прошлом году почему-то думал что у компаний росагра шансов на самом деле немного но вот так вот выглядит новый формат утреннего брифинга если есть замечания комментарии обязательно пишите их ставим лайк подписываемся на канал не забываем ну и всем профита встречаемся завтра в этом же месте